МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Тем, кто показал лучшие результаты на ЕГЭ, вручили аттестаты и медали за особые успехи в учении. Результат того, как с ними, с этими детьми, работали педагоги. Ну и, конечно же, результат их стремления. В парках Подмосковья прошли праздники для детей, путешествуя на зеленый свет, посвященные Дню ГИБДД. ГОЛОСА ГИБДД! В музыкальном инклюзивном кружке «Колорит» в Центральной библиотеке кипит творческая жизнь. И петь умеют, и танцуют, и они как-то сразу влились в наш коллектив. Подвезены итоги единого государственного экзамена. В зале историко-культурного центра состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию лучших выпускников. Им вручили аттестаты и медали за особые успехи в учении. То, что мы сегодня достигли, это вызывает вас здорово. Сегодня и вы, ваши дети, и ваши члены, испытывают то самое чувство счастья от хорошего сделанного дела. Живите, любите, будьте счастливы, у вас все обязательно получите. 72 выпускника получили свои медали аттестата из рук главы Ленинского городского округа. И этот факт подчеркивает гордость всех жителей муниципалитета за тех, кто собрался в зале историко-культурного центра. Они получили высшие баллы на ЕГЭ, но для многих из них это не окончание пути, а его важная промежуточная точка. Больше всего понравилось готовиться, готовиться к выпускному, готовиться к экзаменам, потому что за это время я прям углубленно погрузилась в каждый предмет и получила очень много знаний, которые, уверенно, мне помогут в высшем учебном заведении. Выпускники отмечают, что единый государственный экзамен это испытание не только воли и знаний, но и психики. Самое сложное для многих было поверить в себя и в свои возможности. Сомнения всегда были, потому что когда-то что-то не получалось, опускались руки, но каждый раз, из раза в раз, заново начинали. Особо отметили тех выпускников, кто получил на экзаменах 100 баллов по какому-либо предмету. Мария Усанова показала такой результат сразу по двум предметам русскому языку и литературе, хотя позже призналась, несмотря на плотную подготовку, это стало для нее сюрпризом. Я знала, что я напишу хорошо русские литературы, ну, просто потому что это мои предметы профильные, и иначе просто быть не может. Но когда я узнала, что у меня первая сотка, вторая сотка, естественно, это был просто восторг, потому что я была не уверена, что у меня будет идеальный результат, но я знала, что он будет хорошим. Медали за особые успехи в учении, аттестаты особого же образца, которые ребята получили сегодня, это, кроме прочего, показатель слаженной и продуктивной работы учеников и их учителей-наставников. Результат того, как с ними, с этими детьми работали педагоги, ну и, конечно же, результат их стремления, их академической успешности, трудолюбия прежде всего, умение слушать то, что говорит учитель, и четко выполнять поставленные задачи. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Сегодня в рубрике «Видновчане». Об этом наш корреспондент Юлия Погосян спросила у горожан, как они справляются в период планового отключения горячего водоснабжения и какие терпят неудобства. О результатах узнаем в следующем сюжете. В «Видном» начался период без горячей воды. В основной части города ее отключат сегодня, 4 июля. А вот на некоторых улицах новых микрорайонов неудобства жители почувствовали еще вчера. Как же видновчане справляются в это время, узнаем прямо сейчас. Набираем кастрюли и подогреваем. Вообще, насколько вот неудобства приносит этот период? Ну, как бы некомфортно, особенно когда детей мыть, когда в садик идем, как бы не очень хорошо это. Приобрели такую накладку на систему, которая подогревает воду, бойлер, да. Вот. Ну, справляемся. Не очень удобно. Маленький напор, но помыть голову хватает. А на чайнике кастрюлю? Все. Крайне неудобно. 21 век. Какой же забред-то отключения воды? Можно было бы это решить. Ну, справляемся как-то. Как вы? Тазики или какие-то нагревательные? Ну, воду греем на плите, да. У нас стоит бойлер. И мы замечательно справляемся. Все хорошо. Да как? Справляюсь. На даче моюсь. Вон, там вода есть. У нас колонка. Поэтому мы... И не ощущаете? Не ощущаем, да. Горячая вода? А, бойлер стоит. У меня есть водонагреватель. Я не чувствую никакого отключения воды. Вот сегодня позвонил сыну, он придет, включит, и все будет у меня хорошо. Полноценно почувствовать благо цивилизации видновчане смогут через 14 дней. А пока справляются кто как может. Юлия Погасен, Сергей Ларин, Видное ТВ. В Подмосковье установилась настоящая летняя жара. Такие погодные условия могут негативно повлиять на здоровье человека. О том, для кого они особенно опасны нашей съемочной группе, рассказала врач-педиатр амбулатории поселка Развилка Лилия Музафарова. По прогнозам синоптиков, на этой неделе в столичном регионе воздух прогреется до плюс 30 градусов. Чтобы наслаждаться солнцем безопасно, следует соблюдать некоторые правила. В летние и жаркие дни жители города стараются быть поближе к водоемам. Ну а если нет рядом реки или озера, то можно немного освежиться у фонтанов. Прогулки в парках и скверах – еще один вариант спрятаться от жары. Диана вместе со своим двухлетним сыном Мишей летом большую часть времени проводят на свежем воздухе. Перед выходом обязательно используют солнцезащитные кремы, а в дневные часы отдыхают в тени. Лучше, чем дожди. Мне больше нравится. Мы можем плескаться с малышом. Для комфортного самочувствия в летний зной необходимо исключить тяжелые физические нагрузки. В дневные часы старайтесь проводить на улице как можно меньше времени. Носить одежду из натуральных тканей в светлых тонах. В рацион необходимо включить больше овощей и фруктов. А более плотный прием пищи перенести на раннее утро или на поздний вечер. От кофе и алкогольных напитков следует отказаться. Они только провоцируют жажду. Врач амбулатории поселка Развилка Лилия Музафарова рекомендует пить больше воды. Избегать обезвоживания. То есть каждый час принимать по 100 миллилитров воды. Если с вами ребенок, то обязательно с собой всегда должна быть в бутылочке вода или некрепкий чай разведенный или разведенный сок. Медики отмечают, что каждый человек по-разному переносит жару. Я уже не люблю. Мне жарко. Мне уже много лет. Позагорать. Витамин Д получаем. Я люблю. Обожаю. Очень даже. Ну, единственное, да, конечно, средства с СПФ надо наносить. Чем больше фактор, тем лучше. Ну, так, в принципе. Она скоро кончится. Лето короткое. Я обожаю жару вообще-то. Я не люблю теплую одежду. Ну, я люблю лето, весну. Ну, что-то жарко еще что-то. А если решили скупаться, тут тоже нужно действовать с умом. После долгого пребывания на солнцепеке нельзя бросаться в холодную воду. Врач также рассказала, как оказать первую помощь пострадавшему от солнечного удара. Нужно человека перенести в тень или перенести в прохладное помещение. Освободить верхнюю часть туловища от одежды. Положить его горизонтально под голову и под ноги валик из одежды или из подручных средств. Можно дать больше жидкости пить мелкими глотками. Еще одно правило, которое следует соблюдать в жару перед выходом на улицу. Обязательно надевать головной убор и солнцезащитные очки. Настоящей летней погодой наслаждались Наталья Гуслаева, Александр Логинов, Видное ТВ. День ГИБДД традиционно отмечается в начале июля. Во многих парках Подмосковья прошли масштабные праздники для детей под названием «Путешествуем на зеленый свет». Не стал исключением и Ленинский городской округ. Ображение это достаточно такое. Это? Вот это. А-а-а! Пусть у меня дорогу! Вот это! Маленьким гостям центрального парка в игровой форме рассказали, как правильно и безопасно переходить дорогу. Попросили всегда слушаться родителей, держать их на дороге крепко за руку и никогда не отвлекать взрослых при движении в автомобиле. Ефриму Шарову всего 6 лет, но эти правила он знает чуть ли не с рождения. А как дорогу переходишь? В любой месте или только в определенном? В определенном. В каком? По школьному переходу. Ой, какой молодец. А если светофор, на какой можно переходить? На зеленый. А нельзя на какой переходить? На красный. Конечно, такие отличные знания ПДД – заслуга родителей мальчика. Мы оба с супругом водители, водители со стажем, и ребенку, в принципе, с молодых лет рассказываем про правила дорожного движения. Он ездит с нами в автомобиле, поэтому знает знаки, изучает их. И вот периодически, когда переходим с ним дорогу, обязательно ему еще раз поясняем, что нужно остановиться. Он едет на Беговеле, поэтому он знает точно так же, что с Беговела нужно слезть для того, чтобы дорогу перейти. Также для ребят провели мастер-класс, где они своими руками смастерили проезжую часть. Светофор, переход, водители и пешеходы – все как в настоящей жизни. В музыкальном инклюзивном кружке «Колорит» в Центральной библиотеке пополнение близнецы Артем и Слава Наракшины. Вместе с остальными ребятами готовятся ко дню города Видное и выступлению на фестивале «Солнечная музыка». Тему продолжит Екатерина Борисова. Музыкальный инклюзивный кружок «Колорит» в Центральной библиотеке в Видном продолжает перерастать новыми талантами. Чуть больше полугода назад сюда пришел юный певец из Молокова Егор Митин, который быстро стал звездой выступлений коллектива. Мне очень нравится везде выступать на сцене. Так, а у тебя есть любимые песни? Есть, конечно. Какие? Расскажи. Последнее время моя самая любимая песня, вот эта вот, не для меня. Я ее пою постоянно. Она у меня даже стоит на будильнике моего смартфона. А сейчас уже Егор помогает осваиваться на занятиях новичкам, близнецам Артему и Вячеславу Наракшиным. И петь умеют, и танцуют, и они как-то сразу влились в наш коллектив и стали коммуницировать, потому что все-таки ребята с ментальными особенностями развития, и, конечно, им тяжело. Но они стараются, они молодцы. О колорите мама близнецов Алена узнала благодаря сайту с объявлениями. Уже на первом занятии мальчишки почувствовали себя как дома и теперь с удовольствием ходят на репетиции. Мы сюда, получается, пятый раз уже приходим, но у них изменения пошли. Они стали веселые, они стали как-то более активные. То есть они даже на детскую площадку выходят, они там песенки поют, там, ну, играют. Это нужно. Дебютный музыкальный номер «Братьев» родился спонтанно. Ребятам песня сразу понравилась, и они приступили к репетициям со всей ответственностью. Хорошие мысли в плане творческом, они приходят у нас вовремя репетиции. Невозможно вот сесть и что-то придумать такое глобальное, хорошее, искрометное. Нет, это рождается, пока мы репетируем, кто-то поет, кто-то танцует, что-то мы заметили, взяли на вооружение и потом воплощаем в жизнь. Да, эту песню мы решили вставить в наш концерт «Колоритное лето», который состоится в начале осени, в обновленном уже конференц-зале. То есть мы красивые сами, красивый зал, новые песни, новая программа. Мне кажется, это будет прекрасный подарок ко дню города. «Колорите» занимаются около 30 человек, включая как деток, так и их родителей. Весной они выступили на международном фестивале «Солнечная музыка». Были ребята со всей России и также из других стран. То есть Омск, Тонск, Челябинск. И была прекрасная делегация из Белоруссии. Там вот это направление, оно очень-очень хорошо широко развито. То есть есть такое понятие, как музыкальная терапия. И этим там люди серьезно занимаются. Несмотря на каникулы, ребята регулярно встречаются, репетируют и активно готовятся к новым выступлениям. Впереди празднование Дня города «Видное» и очередная поездка на фестиваль «Солнечная музыка» в Ереван в конце сентября. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Кульнара Балаева, «Видное ТВ». В Расторгуевском парке в понедельник было шумно, весело и ярко. Посетители, одни случайно другие, зная заранее, стали участниками фестиваля красок. Дети и взрослые устроили настоящий фейерверк, обсыпая друг друга сухими красками. Лица, руки, одежда вдруг становились разноцветными, что вызвало бурный восторг участников. Азарта добавляла и веселая музыка, ну а в битве красок победили незабываемые эмоции и летнее настроение. Это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова